В предпраздничные дни в Беларуси по традиции чествуют лучших из лучших. И сегодня по поручению президента премьер-министр Андрей Кобяков вручил государственные награды. Торжественная церемония прошла во дворце республики. В одном зале собрались представители разных профессий и возрастов. Видны ученые, руководители успешных промышленных предприятий, хозяйств агропромышленного комплекса, врачи, учителя, работники культуры. Всего медали за многолетний труд и благодарность от президента получили почти 90 белорусов. Евгений Пустовой продолжит. Отсюда начинаются все дороги Беларуси. Это так называемый знак нулевого километра у дворца республики. И сегодня здесь собрались те белорусы со всех уголков страны, которые свой жизненный путь посвятили служению белорусскому народу и государству. Фабрика была переможена во всесоюзном соревновании. Грузин Киимраз Бачарашвили на белорусском предприятии со славянским названием сначала своей трудовой биографии. Количество лет и качество работы отметили медалью за трудовые заслуги. На торжество директор надел костюм, пошитый в цехах его фабрики. После награждения планы у него стали еще амбициознее. Сейчас многие индивидуальные предприниматели не знают, где брать товар. Мы приглашаем к себе посотрудничать. С нами нужен конкурентоспособный товар. И мы считаем, что он у нас есть. Легпром с трудом, но находит дилеров внутри страны. Аграрии, которых немало в зале, на всех фрусах осваивают новые рынки, ориентируясь на дорожные карты по снижению затрат. Белорусские продукты, как сыр в масле, чувствуют себя на полках 30 стран мира. По росту экспорта будут оценивать эффективность АПК и в этом году. Сформирован перечень новых перспективных экспортных направлений. В нем 24 государства регионов Юго-Восточной и Центральной Азии, Северной и Центральной Америки, Африки. Важная задача, которая стоит перед агропромышленным комплексом – повышение рентабельности продаж не менее чем до 10%. Задача для директората – снижать себестоимость продукции, замещать импортные составляющие, но не в ущерб качеству товара. У правительства и местных органов власти цель – обеспечивать конкуренцию на внутреннем рынке за счет развития малого и среднего бизнеса. Наступает время решительных и грамотных управленцев. Беларусь, конечно, богата талантами. Причем они проявляются на разных уровнях управления и в разных местах. И самое главное, что эти управленцы работают на людей, на народ. Здесь механизаторы, начальники таможни, мэтры сцены, молодые танцоры, медсестры и профессора ведущих вузов страны. Среди награжденных – руководитель Центра социологических и политических исследований БГУ. Социологическая лаборатория помогает государству налаживать диалог с обществом. Используя результаты исследований, принимаются законы и госпрограммы. Любое социологическое исследование направлено на то, чтобы получить информацию, осуществить анализ ситуации, глубокий анализ ситуации. И затем возможные прогнозы представить либо заказчику, или органам госуправления, а также и людям. Медали и благодарности от президента сегодня получили 87 белорусов. С такой же самоотдачей предстоит поработать всей стране. И тогда можно рассчитывать на общую награду – материальное благополучие и дальнейшее развитие. Евгений Постовой, Валерий Науменко, СТВ.